Добились права на жилье. Пенсионеры МЧС начали оформлять документы на комнаты в общежитии по улице Колобова, 22, в которых их семьи проживали с 90-х годов. Об этом на аппаратном совещании сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук. Напомним, год назад начальник Севастопольского управления МЧС Сергей Клименко пытался в судебном порядке выселить 36 семей ветеранов-спасателей из единственного жилья. После вмешательства независимого телевидения Севастополя судебные иски были остановлены, а правительство города начало процесс передачи пенсионерам комнат в законное и постоянное пользование. 10 сентября Владимир Татарчук отчитался. Защищены жилищные права 20 бывших сотрудников МЧС и членов их семей, проживавших в общежитии пожарного депо на Колобова, 22. Всего 56 человек. Разработаны технические паспорта, поэтажные планы и другие необходимые документы. Исковые заявления главного управления МЧС оставлены судом без движения. Помещения возвращены в собственность города. Изменён их статус. Нежилые стали жилыми, за исключением трёх, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. И жильцы приобретут квартиры за счёт единовременных социальных выплат. Все мероприятия для сотрудников, пенсионеров, пожарной службы и членов их семей проведены бесплатно. В итоге нахождение в занимаемых ими помещениях легализовано. Жильцы стали оформлять долгожданные договоры социального найма. Губернатор Дмитрий Овсянников поручил Владимиру Татарчуку через пять месяцев вновь доложить, как продвигается процесс приватизации квартир ветеранами МЧС. Уточним, что ещё часть пенсионеров МЧС проживает в непригодных для существования условиях в общежитиях по улицам Георгиевская балка и народных ополченцев. Их выселение тоже было остановлено после вмешательства журналистов телеканала НТС. Однако дальше дело пока не продвинулось.